Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня вспоминают известного российского юриста, ученого, 26 лет прошло, как не стало министра юстиции России Юрия Хамзатовича Кламыкова. Через пять лет удалось все-таки установить родителей новорожденного ребенка, найденного мертвым. За это время криминалистами проведено 650 экспертиз. Благоустройство дворовых территорий в Черкесске продолжается, а представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов. Победители будут представлять Крачево-Черкесию на первенстве России. В Саратюзе прошло первенство Республики Пармспорту среди юношей. 16 января 26 лет назад не стало советского и российского юриста, политического деятеля, министра юстиции Российской Федерации Юрия Кламыкова. Родился он 1 января 1934 года. Родители Юрия были учителями, мудрость и благородство, которые были присущи Юрию Хамзатовичу, выделяли его среди других. Юрий Хамзатович прошел все ступеньки карьеры вузовского преподавателя в Саратовском юридическом институте. Блестящая научная карьера сочеталась с безупречной педагогической деятельностью. Его имя как ученого-педагога широко известно не только в России, но и за ее пределами. На высочайшем профессиональном уровне Юрий Хамзатович занимался созданием целого ряда законопроектов, относящихся к различным отраслям права. Где бы он ни трудился, научное творчество наполняло всю его жизнь. Юрий Хамзатович написал 10 многографий и монографий и более 200 статей. Моральный авторитет Юрия Хамзатовича был высоко не только среди юристов. Прожив большую часть своей сознательной жизни вдалеке от своей малой родины, Крачево-Черкесии, он не утратил с ней связь. В 2008 году ему установили памятник в центре республиканской столицы. Здесь его всегда вспоминают. Проблемы транспортной доступности населения. Сегодня эту тему обсудили на совещании в Малом зале Дома правительства Крачево-Черкесии. На нем подготовили вопрос подготовки программы транспортной доступности сельских поселений. Что послужило поводом для рассмотрения данной темы и к какому согласованию пришли участники встречи, расскажет Альбина Ламкова. Совещание по вопросу подготовки программы транспортной доступности сельских поселений прошло с участием всех заинтересованных сторон. На встрече рассказали о насущных проблемах поднятой темы. Мотивом ее обсуждения послужило поручение главы республики Рашида Тимрезова, данного в ходе прямого эфира с жителями региона. По просьбам жителей, мы несколько раз, наше автотранспортное предприятие, что мы на встречу тоже, мы запускали этот маршрут, но в неделю и два человека. То есть, собственно, не соглашались тратить средства. Село Касандрическое, оно находится в 14 километрах от районного центра, пытались выставлять на аукцион этот маршрут. А средства предусматриваются на возмещение? Да. Представители муниципальных образований городских округов, владельцы автомобильных дорог субъекта подготовили доклады. Предварительно был проведен анализ о количестве остановочных пунктах и местах их расположения. Рассказали об организованных регулярных автобусных маршрутах, не имеющих транспортное сообщение с административным центром. У нас срок до конца марта месяца. Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам, и по остановочным пунктам нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе. Данных сроков вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости. Либо, может, какие-то корректировки в существующей графике мы можем внести. Все участники совещания пришли к заключению о том, что в любом случае транспортные услуги должны быть доступными. В этом направлении необходимо проводить работу и по информированию населения о расписании движения в автобусах в сельских поселениях республики. А также были внесены актуальные предложения по совершенствованию работы по проблемам транспортной доступности населения. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии результаты проведенных исследований сотрудников экспертного криминалистического центра Республиканской МВД способствовали завершению расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в апреле 2017 года. Тогда в полицию поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала в Возжигутинском районе. На первоначальном этапе расследования лицо, причастное к совершению данного преступления, установить не удалось. Несмотря на это, работа по уголовному делу не прекращалась. Данная ДНК младенца и неустановленная женщина, которая предположительно могла являться его матерью, были поставлены на учет в Федеральную базу геномной информации. За пять лет эксперты-криминалисты полиции провели более 650 генетических экспертиз. В ноябре 2022 года была проведена дополнительная молекулярно-генетическая экспертиза с использованием новых технологий. Полицейские сначала установили близкого родственника, предполагаемого отца, а затем вышли и на самих родителей девочки. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с положительным опытом работы за предыдущие годы, экспертами экспертно-криминалистического центра было принято решение проводить поиск не только лично матери, но и родственный поиск с целью установления отца новорожденного ребенка. Таким образом было установлено лицо, отцовство которого в отношении ребенка исключалось, но генетический профиль имел большое количество признаков, которые могли быть присущи ДНК отца. Был проведен тщательный анализ генетических профилей ребенка, матери и проверяемого лица и сделан вывод, что возможно проверяемое лицо может являться биологическим родственником данного отца. Оперативникам была дана информация, оперативники установили родного брата этого лица, 36-летнего мужчины, который на тот момент проживал в Алтайском крае. При проверке данных ДНК данного мужчины было установлено, что он является отцом новорожденного ребенка. Затем была установлена женщина, данная женщина, которая могла являться матерью этого ребенка. Была задержана 29-летняя жительница города Джигуты, в которой были взяты образцы букального эпителия. И в ходе проверки было установлено совпадение ее данных ДНК с ДНК неизвестной женщины, которая является матерью новорожденного ребенка, труп которой был обнажен в 2017 году. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Температура ночью до 7 градусов мороза, днем до 8 тепла. Платно. Окомный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около полусотни дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии региональной столицы занимаются процессом согласования дизайн-проектов. На одной из встреч с горожанами побывал Артур Мкце. Прошли те времена, когда при благоустройстве придомовых территорий мнение людей учитывалось в последнюю очередь. Что установили, тем и пользуйтесь. Теперь именно с горожанами заказчик обязан согласовывать дизайн-проекты. В этом дворе по улице Октябрьской не услышат детского смеха или восторженных возгласов юных спортсменов. Просто потому, что играть им тут негде. Вот ребятишки и ходят развлекаться на площадку через большую дорогу. Своя же территория пока приспособлена под парковку. Когда в начале лета мэрия объявила о составлении дополнительного списка на благоустройство, собственники жилья решили, что хотят участвовать в программе. Благоустройство надо сделать. Детские площадки. Машин много во дворе. Парковочные места. Чтобы на друга не кричали, тут народ. Благоустройство означает и внимание самих людей к этой территории. То есть надо будет беречь ее. Вот именно. Надо беречь. Детскую площадку берегли, берегли. Автостоянкой стало. Вот у меня даже мои сюда не ходят. Идут куда-то гулять. Ну они сюда почему не ходят? Потому что негде. А куда? Негде, негде, негде. А что тут делать? С 20 июня по 20 июля мэрии города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки. Из них комиссия была отобрана 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Специалисты городского управления ЖКХ посетили все дворы, где уже весной 2023 года начнется преображение. Показанные дизайн-проекты дают возможность жителям понять, каким видят благоустройство территории городские власти. Однако у людей есть право вносить свои коррективы. Необходимо, чтобы окончательный проект утвердило подавляющее большинство собственников. Сушка, сушка, как и было. Парковки здесь, парковки здесь, асфальт здесь и асфальт здесь. В этом дворе некоторые неудобства подрядчику могут доставить многочисленные гаражи. Те коробки, на которые у собственников не окажется разрешительной документации, будут вывезены с придомовой территории. Люди надеются, что им наконец-то создадут удобную парковочную зону и комфортные условия для досуга юных горожан. Артур Махце, Рассул Бердиев, Вести, Корчао, Черкесия. В ауле Саратюс, выжигутинского района, прошло первенство Карачао-Черкесии по армспорту среди юношей. В турнире приняли участие более ста спортсменов из разных районов республики. Победители данного соревнования будут представлять наш регион в первенстве России по армрестлингу за ходом состязания. Наблюдал и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Спорт мужественных и выносливых людей. Первенство Карачао-Черкесии по армрестлингу собрал лучших спортсменов из районов и городов республики. Юноши от 2014 до 2021 года боролись за победу, демонстрируя свою твердую хватку и мастерство. Подобные турниры давно не проводились из-за пандемии. И теперь наша задача готовиться к различным соревнованиям, показывая потенциал в этом виде спорта, отмечает президент Федерации по армспорту в регионе заслуженный тренер России Умар Узденов. Три возрастные категории у нас. 14-16 лет, 16-18 лет и 18-21 лет. Мы, ну, было порядка, сколько после пандемии у нас. 105 спортсменов набралось на три весовые категории. Видно, что новые таланты будут у нас. Новые чемпионы появятся в этом году. Будем надеяться. Большой акцент во время пандемии. Тренера делали общую физическую подготовку. Упорная борьба на двух столах. В этом виде спорта важна не только физическая сила, но и высокое техническое мастерство. Тренеры нас готовят, объясняя, как нужно использовать тот или иной прием при введении схватки. И сегодня поведят те, кто готов идти до победного конца, отмечают участники первенства. Тренер готовил, тренировался много. Особо сил не привлаживал к соревнованиям. Удалось победить, занять первое место. Готовился каждый день по понедельникам, средой и пятницей. Готовился хорошо. Сегодня показал мне лучший результат, потому что забился. Потенциал у спортсменов большой. И наставники надеются, что ребята достойно представят республику на международных соревнованиях. Очень хороший результат у нас, у наших спортсменов. Этот турнир, это первенство, отбор на Россию, будет проходить в марте, в городе Адлия. Кто занял первые места отборочные, те спортсмены будут представлять нашу республику на России. И успехи, я думаю, у нас будут очень хорошие результаты. В итоге в ходе состязания в общекомандном зачете победителями стали юные армрестлеры из Карачаевска. Серебряные медали первенства республики завоевали спортсмены из Малокарачаевского района. И бронзовые медали достались воспитанникам спортивной школы смешанных единоборств из Карачаевского района. Алихалим Шоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Узжигутинский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры создавал DimaTorzok